Червь Добрейшего геройского времени суток на связи Антиквар. Добро пожаловать в Героев Меча и Магии 4, где мы продолжаем проходить оригинальные кампании. В настоящее время проходим кампанию за Некрополис смерть или за Галдота полумертвого. Представляю вашему вниманию начало прохождения пятой и как мне сказали заключительная миссия из этой кампании нечестивое дыхание. Галдот вынужден будет изменить своему возлюбленному учителю Калибару, когда узнает, что тот на самом деле служит зловещему богу смерти, вознамерившемуся уничтожить все живое в этом новом мире. Еще три месяца и звезды станут так, что Калибар сможет сотворить нечестивое дыхание. Артефакт способен уничтожить всю живую плоть. Ради всего мира и ради собственной жизни Галдот должен остановить его. Ну вот это я понимаю. Калибар нормальный такой, типичный некроман. Да, вот это план у него. Сотворить арт, который уничтожит всю живую плоть. Кайф. Ну в общем, Галдот какой-то такой жиденький некровоин. Видите ли, его учитель служит богу смерти. Ну и где противоречия? В общем, так или иначе, мы должны остановить Калибара и должны остановить же этого самого бога смерти, который действует его руками. Условия победы в этом сценарии. Разгром Калибара и взятие никурума. Условия поражения, потеря Галдота полумертва или неспособность разбить врага до четвертого месяца. Сложность карты магистр. Ну и да, мы видим, что она заключительная в компании, поскольку никто никуда не переходит. Опять же, следует отметить, что есть здесь ограничения по времени. Мы должны уложиться в три месяца, если нет, то мы проиграем. Ну что же, вроде как все вводные были озвучены. Поехали. Готовимся к простынкам текста. Когда я вернулся на улицу Никорума, то избегал встречаться глазами с молящими взглядами его жителей. Однако было куда труднее избегать вида огромных загонов у гильдии магов, наполненных плачущими детьми. Я не мог отделаться от мысли, что это не тот город, каким я рисовал его в своих мечтах. Никорум стал таким же, как и любое другое поселение под владычеством некромантов. Жестоким, мрачным, ужасным. Но мой учитель знал, что делает, не так ли? Позже я встретился с калибаром гильдии магов, где вручил ему посох мертвого дерева. Не вымолвив ни единого слова, мой учитель вернулся в свой чертог, в подземелье. Отчего он так спешил? Внезапно я понял, что он направляется к порталу. Я раздобыл посох не для калибара, а для его загадочного повелителя. Я последовал за ним. К тому времени, как я прокрался в комнату учителя, он уже прошел через магические ворота. Но, к счастью, они все еще действовали. У меня не было времени взвешивать мудрость своего решения. Я глубоко вздохнул и прыгнул вперед. То, что я обнаружил на другой стороне, было неким далеким замком или даже иным миром, как я и подозревал. Это был совершенно другой вид бытия, чем-то напоминающий мир стихий. Если бы мне пришлось дать ему имя, я бы нарек его миром смерти. Я содрогнулся от его унылого вида, спертого воздуха, ледяного холода, вгрызавшегося в мою живую плоть. Я не смог бы продержаться здесь долго. Но я все равно шел по следам моего учителя, отпечатавшимся в пыли. Он ходил этой дорогой много раз, как и другие обладатели меньших ступней. Дети. Калибара найти было несложно. Труднее найти место, где мне можно укрыться. Я примастился за какими-то камнями и наблюдал, как мой учитель подошел к какой-то нечеловечески высокой фигуре в черном плаще, змеившемся по земле причудливым шлейфом, словно жившим собственной жизнью. И тут же я понял, что для этого существа мир смерти родной мир. Калибар пал перед ним ниц, подобно молящемуся священнику, и протянул посох мертвого дерева, не смея поднять глаз. Это тебе, повелитель, прошептал Калибар. Подержи пока у себя, Калибар. Кузницей будет твой мир, сказал Безымянный. Да, хозяин. Дождись парада планет, когда они выстроятся в ряд, сказал Безымянный. Из-под призрачных складок плаща медленно выползла серая уродливая рука и протянула череп существа, которые я не смог распознать. Лишь тогда ты соединишь это с посогом мертвого дерева. Калибар принял череп, оставаясь распластанным перед темным исполином. Да, повелитель, я не подведу тебя. Я закатил глаза. И что стало с могущественным личем, которого я звал учителем? Даже я никогда так не унижался. Знаю, что не подведешь. Малвила темная фигура. Я навещал останки твоего прежнего мира, Калибар. Я видел руины древних городов, кости техники. Не смог пронести их через эти жалкие порталы. Уходили же многие. Это было великолепно. Но жаль, что многие оказались вне моей досягаемости. Да, жаль. Теперь же ступай, Калибар. Возвращайся в свой мир, а через три месяца, когда свершится парад планет, ты высвободишь нечестивое дыхание. И тогда они узнают, что спасения нет. Когда их живая плоть превратится в умерзительную слизь, они познают забвение. Пока мой учитель восхвалял свои слова безымянного, я отполз на безопасное расстояние. Нечестивое дыхание. За все время моих исследований мне не доводилось слышать о подобной вещи. Должно быть, это какая-то магия иного мира. Очевидно, она убьет все живое на свете, включая меня. Я не знал, зачем мой учитель служит такому безумному созданию, как этот безымянный. Но меня это больше и не заботило. Его нужно было остановить. Нет. Их обоих. Ну что же, сохраняемся. В начале миссии традиционный наш поступок. Смотрим на Галдота, что он из себя представляет. Ну, как видите, демонолог, 28 уровень. Не докачали мы его до 30-го в прошлой миссии. Не знаю, где там опыт нужно было брать. Ну, возможно, если бы всю карту я облазил, то 40 тысяч бы еще набил необходимые для продвижения. Ну, в общем, это, наверное, и не важно. Ветка магии смерти выкачана у нас полностью. По магии природы, сами видите, да, дела не столь хорошо обстоят. Из природы нам доступны, ну, по крайней мере, из демонологии призывы бесов, церберов и ледяных демонов. Призывов дьяволов пока нет. Появятся ли они в этой миссии? Посмотрим. Ну, и у нас есть базовое ратное дело, продвинутая тактика. Мелочь, как говорится, а приятно. Итак, смотрим. Есть тут городочек. Нельсприт. Его нам, по идее, нужно забрать. Что еще есть? Есть какие-то ворота. Квестовым. Очки магии. Ману можно пополнить. Руду надо собрать. Начнем, наверное, с того, что единички нам нужны. Можно прям здесь скелета нанять. Ну, и насчет призывания ничего. И насчет некромантии ставим. Слушайте, а у нас костяной дракон сохранился. У нас есть амулет, что ли? Нету. Помните, да, что он был нам недоступен? Призыв костяного дракона стал доступен, когда мы получили амулет некромантера. Ну, как там он назывался? Некроманта. Ну, ладно, в общем, мы поставили, а там как будет. Денег у нас, правда, нет. Ну, это же не проблема. Что же мы, на скелеты денег, что ли, не наберем? Конечно же, наберем. Сейчас мы его еще высадим. И пусть собирает все, что плохо лежит. У нас лежать это будет намного лучше. Так, здесь церберы в количестве. Десятков. Сейчас бы мы еще десятков церберов боялись. Великие демонологи. Вот это вот все. Так, никакого лука у нас нет. Стрелять мы, соответственно, не можем. Что они там дамажат? 4-6. Ну, я думаю, что 17 ледяных демонов. То, что должно этих собачек успокоить. Ну, полагаю, да. Этого будет достаточно. А с этим песиком мне, да, предстоит самому справиться. Ну, ладно. Предстоит справиться, значит, справимся. Три удара и нет песика. 17 призраков. А вот и единички. Да, скелета можно было не выкупать. Руду в деньги не переводить. Ладно. Что-то я об этом не подумал. Ну, ничего. Так, мы прежде всего забегаем вот сюда. Ну, и дальше по ситуации. Так, скелетик. Куда тебя теперь? Тя хоть увольняй, ей-богу. Зачем ты нам, если есть призраки? Напиток веселья. Сейчас будем веселиться, танцевать. Вот это вот все. Ее можно даже голдоту не отдавать. Я что-то сомневаюсь, что я напиток веселья употреблю по назначению. Ну, потому что это не те зелья, которыми я пользуюсь. Так, здесь. Мне бы как бы лучше бы денежек, конечно. Но да ладно. Невосприимчивость к ослеплению. Кто бы нас мог попробовать вообще слепить? А, и мы тут не пройдем. Ага, в этом смысле. Ясно. Ясно, понятно. То есть, должны сначала вот этих скелетов вынести, да? Ну, и можно еще на ворота посмотреть, на самом деле. Много единичек делать не будем. Так, а мы не можем сюда попасть. Попасть, ну так. А в ворот-то можно как-нибудь пройти, нет? Просто к ним прикоснуться. Странно. Ну, то есть, вот, да, но... Лошадка встает на дыбы, но она встает у фонтана. Мне надо туда отправить именно Галдота, что ли? Что я понять не могу. Как-то странно. Сейчас мы в начале хода посмотрим, Галдота-то сможет. К ним подойти или нет. А может быть тут наоборот, к ним сейчас нельзя подойти. Ну, тут вот что-то преграждает путь. Мы наоборот в них телепортируемся. Это что-то преграждающее путь исчезнет. Мы выбежим. И что тут будем делать? В общем, пока непонятно. Ладно. Непонятно и непонятно. Пойдем вам скелетов лучше тогда мы разобьем и двинем дальше. Ну, тоже, наверное, через демонов. Так будет банально быстрее. Так, это мы посмотрим. Ну, в плане... Оком мага воспользуются наши помощники. Мы просто двигаемся дальше. Так, лесопилочка. О чем мы так слабо бегаем? Нам бы вампирчика, да? Который бы придал нам скорости. Ну, лесопилку определенно нужно забрать. А это кто? Это калибар. Ага. Дюжины ледных демонов. Немного дьяволов. Дюжины. Ядовитых тварей. Дайте мне его. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Я прям сейчас готов с ним побиться. Ну, пока дать мне его не готово. Ладно. Что-то эдакое мне показали. В общем, есть подземелье. Что не удивляет. А вот... А, тут портал. Я думаю, а что тут такого есть, что мне прям показывают портал. Это хорошо. Кстати, можно в гильдию воров еще заглянуть. Убедиться, что по войскам мы чуть-чуть проигрываем. Пурпурному. Точнее, не пурпурному, фиолетовому. Вот этому вот. Писали мне, как правило, цвета называются. Но такая информация у меня в голове. Не то, чтобы хорошо откладывается. Но, как по мне, не самое важное, что тут есть. Есть в героях. Так, за 2000 золота нас тут осчастливит. Научит всему. Скелет, тебе-то куда деть? Сюда, что ли? Думаю, что да. Думаю, что норм. А город мы забрать не можем. То есть тут стена, да, которая исчезнет, ну, после какого-то, не знаю, события, что должно произойти, чтобы она исчезла. Видимо, что-то квестовое. Каким-то образом, Калибар прознал, что я отправился за ним в это страшное место. Он преследовал меня несколько дней. Мне удалось от него уйти, но если бы я не промешкал с поиском портала обратно в Никорум, то, полагая, моя живая половина вскоре окончательно покорилась бы этому месту, высасывающему жизнь. Кроме того, я пришел к неутешительному выводу, что мне придется убить своего прежнего повелителя. Калибар будет продолжать служить этому безымянному существу, даже если мне удастся не допустить высвобождения нечестивого дыхания. Этот мир никогда не будет в безопасности. Но решение убить Калибара и выполнение этого решения весьма рад личные вещи. Смогу ли я это сделать, когда придет время? Ну, то посмотрим. Сможешь, нет. Так, Гаргульки, я с ним придется подраться. Угу, давайте подеремся. О, и вас тут вообще нету. Ну, давайте. Суровый Махач. У нас, как вы понимаете, Галдот не специализируется на боевках, но... против таких оппонентов, в таком количестве, во всяком случае, даже его скромных сил оказывается более чем достаточно. Так, призраки. Ядовитые твари, дюжины. Интересно, я смогу их победить? Такой у меня есть вопрос. Как я помнил, портал в Никором находится в конце северной тропы. Это чудесно. Полезная информация. Наверное. Ну, то есть, вроде как нам надо учителя, да, сначала победить. Дорогу я призраком переградил. Ладно. Не суть важна. Кстати, можно... Ну, или не оставлять единичку в лесопилке. Зачем это надо? К большому счету, без разницы. А вот единички мне сейчас понадобятся, правильно? Когда я пойду биться с... Когда я пойду биться с ядовитыми тварями. Лучше бы, чтобы было чем прикрываться. В таких боевочках. Типа, нас сольют сейчас, да? Кто-то нападет и надает нам. Университет магии. Так, чудно. Есть золотая шахта. Карта маленькая. Давайте заметим. Прям совсем небольшая. Ну, что? А мне после боя с ядовитыми тварями... Тварями, если я сдюжу, дадут знаете кого? Правильно. Бампиров. Это, конечно, радует. Правда, будет мало. Толку от них будет, как от козла молока. Но, по крайней мере, мы с ними будем побыстрее по карте приключений бегать. Это тоже, в общем, неплохо. Так, а вы успеете сундук умыкнуть? Вы его не сможете умыкнуть. Да, не то, что успеете, не успеете. Просто не сможете. Рукопашный бой базовый можно взять. Вообще-то, вот это во всем нужно взять было бы. У нас, как бы, города пока нет. Лесопилка, руда есть. Ну, правда, не так много мы наменяли. Что для нас полезнее? Базовое сопротивление, я думаю. Как мне написали в комментариях, что можно не париться. Чтобы свернуть с пути демонолога, мне нужно одну из веток. Но любую другую, кроме магии природы и магии смерти, развить. Ну, в общем, какую-то ветку развить больше, чем магию природы. Больше, чем магию смерти, развить в принципе ничего нереально. Ну, потому что она по максимуму выкачана. Так, ну, и мы взяли сопротивление. Сопротивление у нас стало 60. Что очень недурно. Ну, и чего, ядовитые твари? Потянем мы их или нет? Вот в чем вопрос. Так, мы как стоим-то? Будут они на нас нападать? Агрессивно? Или не будут? Или решатшим ни к чему? Такая агрессия. Как же будут? Сейчас бы они еще не стали нападать. 21 тварь. 21 тварь. Интересно, я их в рукопашку положу. Если прикосновение вампира, вот это вот все. И погнали бахать. М-м-м-м. М-м-м. Создаем заслоночку, чтобы потом можно было подойти. Ну, ничего себе, какие вы прям прошаренные. Вы посмотрите на них. А мы еще одну заслоночку создадим. Вы что думаете? Мы не создадим, мы создадим. О! Так, здесь прикосновение вампиры уже делаем. Да, у нас есть длайн смерти. Я помню об этом. Просто мне хочется посмотреть, можно ли действовать вот таким образом. Ну, как бы вообще, да, без проблем. Можем даже единичку засейвить. То есть, если бы мы просто пошли к ним без единичек, нам некем было бы прикрыться, тогда были бы варианты. А так, два вампира на месте. Отлично. Ну, тут нашу единичку призрака сливает 123 диких местных духа зачем-то. Непонятно совершенно, что они от нас хотели. Ну что, с вампиром как-то мы будем бодрее и веселее, да? Передвигаться. Так, тут единичку на разведку. Десятки мумий. Ну, понятное дело, пойдем, да, отнимем. Все, что они там охраняют какой-то арт. Ну, опять же, через запись, потому что... По идее, у меня сил-то достаточно, да, для таких пробивок. Сейчас через ледяных демонов, да и все, но... Ну да, тут даже думать-то не о чем. На самом-то деле... Ледяных завели и поехали. Мумии, они, конечно, ребята, крепкие. Вот это вот все, но, в общем, полагаю, что проблем у нас не будет. Ну-ка давай, холоди его, ледяни. Или пусть они сами идут, пусть идут. А мы подумаем, что с вами делать. Во, как, смотрите, со всех сторон накинулись. Вот гады такие, все еще и ударили. Ну, ладно. И так сойдет. Хватит же мне их. Я думаю, да. Определенно. Этого мне будет достаточно. Готово дело. Так, здесь... Плюс денежки. Плюс отравленная стрела. В общем, яд накидывает. Смотрим, что у нас узница. Ну, в общем, наверное, разве что вот такую штукенцию, да, мы хотим взять. Зелье здоровья гидры тоже хочется взять. Но я хочу взять там лидерство. А на это нужны деньги. Все-таки у меня пока нет золотой шахты. Мы сейчас пойдем ее заберем на всякие вот такие наши хотелки. Ну, а доспех, он нужен. Он немножко нам увеличит защиту. Это важно. Защита у голдоты и так вполне себе неплохая. Но увеличить ее, в общем, почему бы и нет. Хотя, слушайте, зелье. А может, купим зелье? Одно хотя бы, да, для какой-то боевки. Я думаю, купим. Мы можем продать ртуть, которая у нас тоже появилась. Я имею в виду рудник, да, стабильный прирост. Поэтому делаем вот так. И делаем вот так. Он еще и не добегает. Галдот, ну ты прям даешь. Что ты меня сейчас разочаровал. Я-то думал, ты у нас спринтер, а оказалось нет. Так, тебя здесь, наверное, оставим. Ну и духу подтащим куда-нибудь поближе просто. Да и все. Итак, что мы будем делать? Зачищать, наверное, вот эту стартовую область. Начнем с золотой шахты. В любом случае, это надо. Арты подберем. Три месяца у нас есть, но три месяца это много для карты такого размера. Я уж даже и не знаю, что тут нужно делать, чтобы не справиться. Вопрос будет, будут ли оппоненты усиливаться, да, с ходом времени. Это вопрос. Но мы как бы все равно не узнаем. Пока не проверим на собственном опыте, поэтому. Давайте мы обеспечим себе возможность лидерства выучить. Можно и разведку так-то взять. Но опять же, все упирается в золото, которого у нас нет. Вот такой у нас красавец-демонолог. 37800 нам нужно. Так, призраки. Призраки это чудненько, но надо, наверное, вампиров отцепить. А то вампир, это для вампиров может стать последним приключением. Ну, опыт нужен, да, поэтому мы вот эти все боевочки проводим аккуратненько. Думать много не надо. 60% сопротивления магическому воздействию. Внимание, вопрос. Как быстро они накинут на нас старость. Так, первая попытка минус. Вторая. Также неудачная. Третья неудачная. Ничего себе голдот бахает. Посмотрите на этого монстра. С четвертой попытки таки справились. Вы знаете, кто этот мощный старик? Киса? Какой он вам киса? Это же гигант мысли. Отец русской демократии. Он также и тут. Мощный старик. Хотя, вроде он по лицу, да, какой он старик. Это калибар там. Но он не очень мощный. Слушайте, куда ни кинь сюда клин. Ну что это такое? Так, ну что, деньги переведем в... Ну, именно деньгами возьмем сундучок, да? Жезл проклятия. Ну, прям, что дать некроманту? Жезл проклятия в сундуке. Хорошо. Ну, пусть будет. Хотя, я даже не знаю. Ну, а зачем он мне? Как бы, мы и так умеем. Тут мана заемная, да? Ну, в плане... Мы ману не будем тратить на этот каст. Ну, не знаю даже. Отвар стремительности, зелье мага, отвар богатыря. Ничего особо полезного нет. Разве что зелье мага может нам пригодиться. Так, навскидку. Так, флаг надо было, да, взять? Ну, ладно, уже убежал. Он там дает какие-то крохи. Поэтому, наверное, не слишком это важно. Плюс один же он дает? Ага. Ну и не будем париться. Теперь мы идем куда? Вот сюда, наверное. Сюда, потом сюда, да? Ага. Плюс пять артути. Здесь скелетики. Слушайте, ну, мне говорили по поводу игры через демонолога, что, мол, ну, тут гораздо больше разнообразия, чем при игре через ратное дело. Ну, и мне сложно, на самом деле, согласиться. А какое тут разнообразие? В чем оно состоит? В том, что я кастую одно и то же заклинание в начале боя. Ну, там вот в таких их пробивках, просто ледяных демонов, и все, и погнали. Там просто идем бахать. Так что, в общем, тут спорный вопрос насчет разнообразия. Прямо скажем. Так, призраки. Мне нужно... Шесть, да? Сейчас мы сольем же их. Хотя можно попробовать... Может попробовать добежать. Сколько их тут есть? Но мне что-то кажется, что мы должны успевать добегать и не умирать, да? Нам нужно кинуть скорость, наверное. Трать на нее ход или просто бежать. Наверное, тратится. Скорость мы за два хода добегаем, так за три. Зачем тратить ход, да? Прикосновение вампира. Вообще, так-то полезно иметь единички, хотя бы для того, чтобы... Хотя бы для того, чтобы... Иметь возможность поколдовать, что бы то ни было. Интересно, а 20 ядовитых тварей сумеют слить за раз? Бесов, которых мы призываем или нет? Мы там так-то хорошие, ну, какое-то изрядное количество бесов, да? Уже способны аккумулировать. На общем, призвать. Здесь разведка пошла, пошла, пошла. И пришла... И пришла в никуда. Так, то есть мы здесь пройти не сможем. Ага. Если мы здесь пройти не сможем, то на самом деле нам, наверное, не помешает орков навестить. Для денег хотя бы. Сюда, 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 к оркам. И потом уже на север. Наверное, так. Так, а из орков мы кого наделаем? Скелетов? Так. Ну, поехали. Вампиров даже высаживать не будем. Будут стоять за нашей широкой спиной. Слушайте, нет, что-то мы без скорости как-то совсем вяло ходим. Минус 80, минус 20. Скоростью тоже не очень бодро, на самом-то деле. Нет, так не пойдет. Слушайте, без единичек не пойдет. Ну, ладно, не пойдет без единичек. Значит, что? Значит, будем с единичками. Это мы так много можем призвать уже? Мы тут бегаем неделю. Мы такие крутые призыватели. Ну, хотя как много? Не, ну, лепреконов вроде много. Так, нам нужен кто-нибудь быстрый. Вот воздушный элементарий вполне устроит. Думаю, так. Здесь, ну, давайте доведем до конца разведку. Подсветим карту. Отправимся за сундучком. Сразу его не заберем, но... И все равно, по большому счету... А, двух духов привел в одно место. Ну, да ладно. Так. Четырнадцать мужуков. Отключаем призыв наш. Вампиров оставляем. Нечего им там делать в таком количестве. Они просто клеточку занимают, по большому счету. Так, здесь... В общем-то, без разницы, да? Как их располагать. А то, ишь, справились. Напали такие на голдоты и справились. Минус девять просто. Просто раз и нету. Так, здесь что у нас? Прикосновения. Вампирчика. Да-да. Так. Прикосновения. сольем элементаре он нам не нужен ну и тут ядовитых тварей запинаем конечно они довольно таки сильные но когда есть такой чит как прикосновения вампирах нам в общем все равно их было побольше да их здесь был 26 шахта наша тут призраки стоят но слушайте призраки стоят это хорошо но опять-таки к ним мы с вампирами не поедем немножко утомляет что надо вампиров высаживать постоянно ну так как бы надежнее дам действовать может ну какому-нибудь бою где это будет нужно мы наберем уже изрядное количество кровососов которые будут решать тащить вот это вот все но это не точно конечно же еще дадим не будем жадничать хочу голду то бежать но прямо даже как-то неприлично не уважают в этом мире некромантов а точнее демонологов хоть ты плачь но объяснили что надо уважать так это есть кому поднять здесь наверное давайте вампиров обратно даже не знаю имеет ли в этом смысл но вот вот в таких вот манипуляциях с вампирами или нет арбалетик ну возможность пострелять наверное неплохо у нас стрела он есть еще которая травит поэтому поэтому норм 4 кровососа устали до кровососа а вот так ну ладно на следующий день соединимся это не страшно и поехали орков побеспокоим сюда забегать и у нас мана и сейчас сама зареги нец пока мы добежим так теперь что касается призраков давайте дадим разведку наверх ну хотя тут и так было понятно да тут кто у нас стоял зомби тут по идее тоже кто не загораживает путь не сундучок говорят бесхозный лежит на 2000 золота отлично приберем к рукам чтобы нет десятки а четыре вампиры их побеждают но я думаю думаю что во первых побеждали во вторых у нас голдот приложил сразу и мы точно то не узнаем никогда 3 250 золота но в общем в общем такой 41 скелет это конечно прекрасно но я даже не знаю куда вас пристроить золотую шахту наверно пусть сидят скелеты вряд ли мне понадобится ну и тут погнали к зомбикам могильный холл можно посетить по дороге скорее для того чтобы карту да как то покрасить не более того портальчик которым мы можем воспользоваться а это родной мир как же хорошо вернуться в настоящий мир отныне я могу больше не служить орудием разрушения каким некогда мнил себя в спешке с какой я бежал из этого темного места я не понимал до сих пор что мир смерти воплощение разрушительной силы в чистом виде во всем сущим присутствует как разрушения так и соседания даже во мне я вызвал себе мардера когда он явился на его призрачном лице было волнение ты должен выступить выступить немедленно сразу приказал я возьми всех призраков каким доверяешь тебе понадобится их скорость для выполнения твоей задачи у наших западных границ есть городок под названием риджа возьми его и жди меня там а как же ты хозяин спросил мардер не зови меня так никогда больше не называй меня хозяин хорошо я не могу не могу пойти с тобой у меня есть еще кое-какие дела жди меня в ридже но сначала скажи хадрину что отныне калибар и все в никоруме наши враги я оставил мардера и немедленно отправился в казармы я собрал небольшой отряд а скелетов и вампиров обязанных мне своим бессмертием по-прежнему опасаясь что мой прежний повелитель в любую минуту явится через свой портал и вот станут восстановят против меня силы в никоруме тогда даже мардер не мог понять моих действий я убил стражу охранявшую жертвенные загоны освободил перепуганных детей затем я вывел их из никорума подобно мальчику с дудочкой из волшебной сказки почему я заботился о них было ли это тем что алана жрица называла добрым делом или же это просто было моим первым проявлением непокорности прежнему повелителю на юг а затем на запад вот единственный путь оставшийся мне мы должны бежать настолько быстро насколько умеют маленькие детские ножки ну и зрелище мы собой представляем некромант ведущий арабу голодных плачущих испуганных но живых детей время сражений наступит скоро но не сегодня так наступит скоро но не сегодня не кором а это кто у нас не можно на герои посмотреть так ладно в другой раз посмотрим и я вот думаю мне нужно было сюда лезть призраком или нет что-то мне так не кажется кстати говоря давайте-ка мы не полезем туда есть у меня некоторые сомнения но орков мы тут перебьем быстренько в общем быстро сейчас переиграем просто сразу же сразу же двинем туда а голдота почему потому что после того как мы пропустили ход у нас тут калибар начал бегать да он пока на острове был сидел никого не трогал а тут что-то как-то стал внезапно активным и возможно у него появился доступ к этому городу но это мы увидим и узнаем да так ли это на самом деле чем посмотрим то есть он что у нас будет тырить всякие постройки наши все что мы на захватывали или нет или без этого обойдет а то есть мы здесь просто забираем ресурсы и никуда не идем правильно забирать ли шахты или вот это вот все что тут есть даже и не знаю давайте-ка мы мир посмотрим нигде артефакт не пробежал вроде нет порталы порталы карта маленькие но одни порталы уж с какой так ладно смотрим что же будет дальше чё хватит прям вот-вот реально вот тех зомби которых я призвал и все не зомби а вот тех ледных демонов которых я сразу с собой прихватил вот это да прикольно бахают они знатно ну и тут уже сам голдот покажет себя в боёвочки так призраки давайте вы мне сундучок подберите я наверное не буду наклоняться то знаете ли года не те здоровье не то амулет некроманта но наверное это неплохо скажем так наверное неплохо что нам его дали то есть будем эффективные как не в себя там будем творить всякую дичь поднимать налево и направо не скажешь что воскрешать в общем вы меня поняли так тут вампиры тут бесы из бесов скелетов наделать но это опыт да то есть как бы тут не то ли мне не то что важно что мы здесь кого-то поднимем в этой боевке сколько важно просто что мы получим за эту боевку опыт не более того так сюда давайте тоже заглянем пока у нас командир бегает зачищает карту учиться качается чума знакомо нам от заклинания правда ли голдот ну да чё я проверяют ну так для очистки совести вот она чума они сейчас будут да вот это вот вот это вот вот это творить вот эту дичь ну правда неплохо сопротивляемся научились но в то же время чего-то они все равно поварует а не получилось ну неплохо так ты слушать и противодействуем 10 100 скелетов 100 скелетов может их как-то с собой вести все-таки ну слушайте 140 у нас их будет суммарно понятно не с собой но если мне нужно будет какое-то подкрепление но почему бы и нет 140 скелетов это сложно назвать сколько-нибудь грозной силой но в то же время так дюжины вампиров вот это вот уже посложнее будет наверное может быть нет сейчас посмотрим насколько хорош насколько силен наш голдот вампы конечно такие мерзкие не успел остановиться а а а а приморозили а а а а а так чтобы они поменьше урон наносили пусть и ну че-то как-то мне кажется они меня сейчас это того самого Победят Особенно если вот так стоять Не пойми как Ну значит мы возьмем с собой Призраков Так я думаю Призраки же к нам Влезут В качестве единичек Да это нам какое-то время даст Призраки бы к нам влезли Да но Так 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 Зелье здоровья Я здесь не хочу тратить гидры Сначала накидать на них минус урон Разнообразный Ну они тут бахать будут все вместе да Ну и много много отнимают У меня еще минус мораль Нет так не пойдет Так это дело Не сработает Типа есть вот такие единички Понятно что они вообще никакого урона не будут вносить То есть они не для урона да Просто для того чтобы вампиры некоторое время били не По голдоту Елки полки Еще и расставил ее А расстановка у меня сбросилась Ну да ладно Мужики Окружаем голдота Чтобы муха не проскочила Да что там муха Не проскочит даже этот Как его Из города Кириаф Вот нам нужна именно такая Защита здесь Вот какие вы молодцы Вот это бы все таки Я бы на них тоже накидал бы Ой ну ладно Защит устал наверное Это Не самая плохая история Слушайте так они же отъедаются Об ледяных Угу То есть мне надо именно Чтобы рубать отряды Ну или по крайней мере морозить их Да что я делаю Ну там урона они уже мало вносят Да чтобы мне что-то сделать Ну так или иначе Не мытьем так катанием Даже с парами скликов Ну в общем С пропусками ходов Там бы где Где этого не нужно было делать Тем не менее Мы справляемся Так Теперь Вообще-то ману бы хотелось пополнить Я думаю я могу себе это позволить Вампиры сюда Призраков Ну призраки наверное пусть рядом будут Ну поехали Вот теперь поехали В наш родной мир Освобождаем детей Все это мы читали Никорум Как-то я же смотрел на героя А тут мне Во Какой классный Посмотрите Хекс Хекс вообще зачет Так Убийца 17 уровня Ну А мне сказали На юг И потом Куда-то там Давайте немножко Разведку Разошлем В разные стороны А все Портала тут нет Ааа Ага Ну ладно То есть этих я с собой уже не взял Понятно Если я хотел их с собой брать Надо было их В общем чтобы Ну в общем чтобы они были у меня Да В отряде Окей Я понял Значит сидим Сидим здесь Теперь что мы делаем тут Время говорит Для сражения еще не пришло А что так Может посражаемся Мне кажется Силы переполняют меня Вот это вот все Хе-хе Или это просто кажется Мардор недолго Ненадолго появился передо мной Сообщив что город Риджа Полностью под его контролем И что он готовится К моему прибытию Он также попросил меня Идти через старые ворота Их занимал Однорукий капитан зомби Хадрин За гарнизоном Берных демонов Ну прекрасно Наш учитель Которого мы спасали Спасали Помогали Помогали Теперь здесь Да резвится Ну да И вот он Он портальчик Но пройти сюда Мы тоже не можем Но видимо Опять же Какое-то событие Должно сперва Произойти Ладно Ладно Гектар бессмертия Ой-ой-ой-ой-ой-ой А можешь мне Вот эту вот Скляночку принести Мне она Она нужна Ну заберем Все скляночки Нужна-то мне По сути Только одна Бесов Наплодили По всей карте Расставили А вот тут Туда-сюда Склянки Таскают Мы можем На не корм Прямо сразу Напасть Или чего Или нет Я бы забрал Ну то есть Если на меня Сразу не будут Нападать То я же Его заберу Просто там Как бы Да Мы обмажемся Магией Всем таким И нас будет Не взять Их задебафаем Демонов Напризываем Но мы Видимо Не можем Сюда проехать Или можем Нет Не можем Да Тут все Засажено Мы можем Вот сюда Типа Пройти Да Можем на север Поехать Север Я перегородил Удачно С нашими Вот этими Ребятами Но мы Можем их Выгнать По большому Счету Наверное Нам надо Сначала Вот здесь Все почистить Что у нас Есть А потом Уже Идти в портал Прыгать Да Заодно Мы покачаемся Почему бы И нет Так Вот ты будешь У нас Собирателем Всякого Разного А мы Поедем Качаться Опять Вампиры Какая Неприятность Опять Дюжины Так Сколько нам Нужно Опыта 28 тысяч Обалдеть Мы То есть Пока Толком То И не Качаемся Так Вид Делаем Дея 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Но нам как бы вроде и не обязательно, да, здесь пробиваться. Но что такого тут мне нужно? Может быть нужно. Их тут опять то же самое количество, какое и было. 39 мужиков. И льдных нужно много. Тут нужно 3 призыва, пожалуй. Потому что на начало вообще отличное, я бы сказал. Этой боевке. Продолжение следует... Еще надо призвать. Вот я интересуюсь, по какому принципу враги здесь выбирают цель для атаки. Ну я в том плане, что... Была же такая же боевка, когда мы с первыми вампирами бились. И они там с упорством достойным лучшего применения бахали именно по голдоту. Здесь они били именно по ледяным демонам. И все у них было прекрасно. Как это работает? Не очень понятно. Признаюсь. Венец мудрости. Так, сюда его. Побольше нам нужно. Венцов и мудрости. Восстановление маны. Пусть на 2 единички, но все-таки. Снимаем шапку. Вроде как слепить нас никто тут не планирует. Вампиры. Вампиров, наверное, оставляем в стороне. Вот эту штуку забрать, не забрать. Наверное, забрать. Ну и пойдем в рукопашную. Ману поэкономим. У нас с ней не то, чтобы очень хорошо. Так, еще вампиры. У того у нас их 6. Ну, 6 это уже... Не сказать прям, чтобы какое-то внушительное количество. Но танковать всякую мелочь уже можно. Живую, естественно. Нам надо ману пополнить. Ну да, слушайте, здесь тоже не пройдешь. Вот карта, нарезанная на куски, на такие. Это прям же мечта. Прям то, что хочется видеть. Ладно. Как и есть. Будем разбираться в том, что нам подсунули. Там вон. Калибаршу стрит. Как ни в себя. Плюс 49 маны. Это нам не надо. Руда. Руда собаки. А что означают собаки? Собаки означают, что сейчас вместо собак будут призраки. Ну да. Очень неплохо тут вампы уже справляются. 17 призраков. Давайте, раз вы не можете предложить ничего получше, значит, давайте призраков ваших. Что с вас взять? Шкатулка с самоцветами. Угу. Даже не знаю, как реагировать. Ну, будут самоцветы нам идти, что поделаешь. В общем, довольно бестолково, но... Это забрать, просто флажок поставить. Ну, давайте просто флажок поставим. А, знаете, миссия хоть и на время, но размер карты вот упорно намекает на то, что... Ну, не должно здесь все быть очень долго. Ну, то есть, так или иначе, да, с учетом того, что мы тут все чистим, везде забегаем, везде суем свой наполовину живой, наполовину неживой нос. Но все равно, как бы, все быстро. Ух, там еще есть ядовитые твари. Это хорошо, еще ядовитые твари, это нам нравится. Так, здесь штук пять, нет, штук семь призраков. Собак, естественно, не нанимаем. Дюжины. Дюжины, это... Это хорошо. Дюжины, это замечательно. Но вампиров все равно очень мало, чтобы туда отправлять. Полагаю, они не будут успевать отлечиваться. Хотя... Давайте проверим. Мы сейчас их дебафнем, эти дюжины. Так, единички будут, да, прикрыться. Больше золота. 43! Ух ты! 43, это, знаете ли... А под ними мы все равно два вампа из них. Или как? Через руку смерти, может? Не. Тут единичками загораживаемся. Этих засейвим. И вампирами тоже как-то это, да, пойдем в атаку. Старость накинем, почему бы и нет. Что как-то их убер, дофига, я бы сказал. Не, ну если они, конечно, в бой вступать не торопятся, то тогда да. То тогда как бы все норм. По сути, ничего сделать и не могут нам. Вампир успевает отлечиваться. Ну, а значит... А значит, все в порядке. Да, два вампира здесь в предел. Больше вампов не поднимается. Ну, потери единичков. Единичков. Единичек духов. Это, в общем, не страшно. Так. Здесь мешочек с золотом. Плюс 500. Вы вошли в тихую деревушку, где попытались купить у торговца яблоко. Но когда вы узнали, что она стоит 70 золотых, то отказались платить за него столько денег. Видимо, у кого-то в этом городе есть доступ к мешочку с золотом. Ну да. Понятно. Так, это куда мы телепортируемся? Отсюда, да? Или нет? Нет. Больше порталов хороших и разных. Давайте ману восстановим. Тут удостоверимся, что ни корм нам по-прежнему недоступен. И поедем к портальчику. Я полагаю, сейчас мы куда-то вот сюда подъедем. И на этом можно будет первую серию нашего прохождения завершить. Думаю так. Вот я собираю, опять же, да, вот эти все ресурсоприносящие здания. А есть ли в этом смысл? В этом есть сомнение. Что в этом есть смысл, ну ладно. Едем по дороге. Есть ресурсоприносящие создания, надо забрать. Так, здесь свора призраков, слушайте. Вас мы не возьмем. Я говорю, да, не возьмем. Вот, вот, одни поедем. Ребята тут неживые, нервные, ну их. Как-то самим спокойнее. Как же он замораживает. Как же он хорош. Пош. Вот. Продолжение следует... Так, еще тут зомби стоят. Кристальчик защиты, сапфир, если быть точнее. Вот это все собираем, естественно, это все нам понадобится. Ну и потом можно будет закругляться на сегодня. Субтитры сделал DimaTorzok Так, плюс 6 защиты, отлично. Танцующего пацана посещаем. Флажок установили. Здесь вламываемся сквозь квестовые ворота. Опыт берем и записываемся. Однорукий зомби Хадрен первым вышел из ворот. Он явно был рад видеть меня и протискивался ко мне сквозь войска. Мои разведчики видели армию, не так давно вышедшую из Некорома. Вам следует поспешить в Риджу, хозяин, сказал Хадрен. Не называй меня больше хозяином, приказал я. Да, король вполне сойдет. Когда все закончится, я буду или снова королем Некроса, или мертвым. Вы пройдете сейчас, мой король? Спросил Хадрен. Само собой, мы пройдем сейчас. Че, я в сундуке беру на деньги. Когда можно взять на опыт и прекрасно себя чувствовать. Правильно? По-моему, сомнений быть не может. Ладно, это так и быть уж. Ну, тут опыта не было. Справедливости ради. Так, а и бесику тут в пути с нами нет. Ну и ладно. Нового найдем. Летуна. 14 тысяч. Да. Не быстро, не быстро развивается наш паренек. Ну что ж, друзья мои. Давайте здесь мы поставим прохождение на паузу. Запишемся. Жду от вас активности. Оставляйте комментарии, делитесь эмоциями. Эмоциями и впечатлениями. Огромное спасибо всем тем людям, которые поддерживают мои каналы, мои стримы и мои летсплеи. Это был Антиквар. Всем удачи и до встречи. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok